Эгегей зритель, сейчас тебя ждет обзор моего парфюма на декабре. Я что-то тут полазала, полазала и подумала, что надо почтить вниманием парфюм от Лены из Евпатории, от Лёли из Тюмени. Тюмень, прости, каждый раз я тебя склоняю по странному. И то, что я когда-то сама покупала. Короче, лапа у меня тянется. Воняет для меня, ладно, пахнет ванилькой. Сейчас я не буду ничего говорить, что как пахнет, потому что я на себя выпрыскала остатки духов, которые будут в пустых баночках, и они даже не были заявлены на ноябрь, но мне очень хотелось их уделать. Поэтому вот это пахнет ванилькой. Лично для меня, если вам кажется, что она пахнет не ванилькой, можете дать знать в комменты, или написать даже эти ноты духов, которые обычно там пишут. Ну, там ваниль, 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 ваниль. Так, то, что покупала я когда-то. Несколько нот любви. Кверский нот Д'Амур. Я по-французски уже сто лет не читала. Возможно, лажаюсь тут только так. Оде парфюм и фраше. Несколько нот любви. Очень классный аромат. Он мне нравится, он тёпленький такой. Обычно на холодное время года у нас тут снег сегодня совсем-совсем стаял. Может быть, конечно, уже нападало. Я сегодня выбегала ненадолго до родственников. Хотела чуть подольше пробежаться, но у меня были вкусные штучки с собой, и они были горячими. И хотелось их всё-таки горячими дома. Домой горячими доставить. Поэтому я дальше куда-то пока не убежала. Но чуть побольше вечером планирую тоже снова вылезти. Короче, в общем, на холодное время года даже вроде как зима, но снег стаял. Хотя сейчас ещё осенний месяц, последний месяц осени. Очень их подойдёт. Несколько нот любви. Стойкие, кстати. Этот аромат. Аромат Avon Soft Mask от Лёлечки из Тюмени. Розовенький такой. Я его открыла, хотела на себя прыснуть, но вспомнила, что на мне уже попрысканы другие фрешевские, кстати, снятые духи, которые будут в пустых баночках. Пустые баночки я запишу в конце ноября. Сегодня у нас ещё 25 ноября. Я не считаю, что это конец месяца. Потому что есть ещё некоторые флакончики, которые ещё не совсем закончились. Но они грозятся. Закончатся именно в ноябре. В общем, мягкий, тёплый, сладкий аромат. Чисто вот так вот открываю и не уехаю. А второй у меня от Лены из Евпатории. У Лены вышли 4, по-моему, ролика на канале про парфюмерию. Даже плейлист с парфюмерией образовался. Я что-то к ней тянулась и на канал смотрю 4 ролика. Пару из них я фоном посмотрела, пока готовилась. Правда, моя завишка, по-моему, уже практически вся развелась. Ну, бывает такое на волосах. Я помню, там мне дифферамбили. Спасибо, очень приятно. По поводу моего прикида на волосах. Насчёт обзора с сайта MyIndia. В общем, этот ролик. Короче, 4 ролик с конца. Потому что сейчас там ещё что-то залито. Мой уход будет. И вот только этот ролик потом выйдет. Так вот, я пыталась добиться эффекта того... Той укладки на волосах. Но моя вся укладка – это плойка волосы. И плойка от электричества идёт. Горяченькая такая плойка и волосы. Всё. И оно как-то каждый раз бывает практически по-разному. Поэтому сегодня не получилось так сделать. Если бы я те кудрявшки не расчесывала, оставила как есть, то, может быть, на обзор чая мне оставить именно как есть, то был бы, возможно, примерно тот эффект. Ну, нет, не знаю. Короче, это у нас Эйвон Силки Софт Маск. Тот, который у меня был в пробниках, он мне очень нравился. Но пробник у меня подружка выпросила. Потому что ей тоже он нравился. Вот я сейчас почуяла там нотку ванили. Хотя только хотела сказать, что он мне напоминал немножко Мингшу и вообще лотос. Мингшу – это дикая снятость. И ты фрешей его уже, наверное, мало кто помнит. А если у кого-то в загашнике осталось парфюмерии, это Мингшу, то вы вообще прям миллионер. Вы ещё даже более крутой, чем я, потому что у меня, допустим, есть вот некоторые снятости от ты фрешей, которые, ну, как бы недавние снятости. Но много кому они нравятся. Кайф. Он внезапно пахнет ванилию. Круто. Это снова подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Это Эйвен Аттракцион Сенсационный. У меня был просто Эйвен Аттракционный, тоже от Лёли. И я помню, его за три месяца уделала. Он мне очень нравился. Она мне дарила тогда на день рождения. Этот она мне тоже когда-то подарила в какой-то своей посылочке. Очень классный аромат. Он мне нравится. Вот чуть-чуть тоненький аромат. Я его чуяла, но я не знаю, как его передать. Если вы не знаете, что это такое, загуглите в Яндекс.Гугл, ну, короче, в какой-нибудь поисковик. Эйвен каталог онлайновский. И найдите там вот это вот. Или просто загуглите куда-нибудь в поиск Эйвен Аттракцион Сенсационный. Там ноты этого аромата. Я просто иногда считаю ноты какого-нибудь аромата, и до меня не доходит, как это пахнет. Я думаю, это потому, что я не догоняю вот этих приколов в парфюмерных видео. Для меня они фоновые какие-то. И по большей части никакой информации на мозге не несут. А те люди, которые тащатся, вот эти парфюмманьяки, вы, наверное, понимаете, вот в этих нотах там названия какие-нибудь идут, и вы сразу, вау, оно именно так пахнет. Короче, если вы из тех людей, которые не я, то загуглите и поймёте, как оно пахнет. Оно у меня будет в декабре. Так, рука у меня потянулась сначала к одному флакончику, но в итоге тнулось на этот. Он у меня был заявлен на ноябрь. По-моему, я его в этом году довольно часто пользую. Это какой-то русский моноаромат сирень. Я думала, он у меня заюзается до конца ноября, но как-то не случилось. Может быть, он у меня заюзается до конца декабря. Может быть, и на январь перепрыгнет, мало ли. А может, при январе у меня вообще чего-нибудь другого заходится, точнее, на январь. Короче, очень классный аромат сирени. Мне кажется, он по-разному, эта сирень по-разному сиренью открывается, и когда тепло, и когда холодно, и когда так себе. Вот сегодня у нас даже, можно сказать, тепло, хотя холодно. И вот тепло-холодно, он тоже очень так интересно открывается. Именно сиренью, ну, разные грани сирени. Хочу маленькую такую наводку скинуть. Ну, всего лишь 11 человек подписаны на мой бложек в Телеграм, уютненький такой бложек. Причём, ну, этот человек и на канал-то, в принципе, подписан. Короче, они как бы уже знают. А ты, зритель, узнаешь впервые грани. Так, у меня же это как-то озарило и ассоциировалось. Ну, все грани цвета, допустим, да, грани цвета. Стоит человек, машет кистью по штуке такой. Короче, я тут на днях заказала себе такую штуку. Я думала, что она придёт вот с восьмого, но, оказывается, я перепутала там две штуки. Одна придёт такого-то, другая придёт такого-то. Вот сегодня, возможно, придёт эта штука, возможно, сегодня я её заберу и обозрю. И моя мечта практически сбылась, потому что я давно хотела эту штуку. и вот ты стоишь так и... И тогда у всех людей, кому нравится вот это вот, будет осознанно обоснованный... Не знаю, как бы сказать, это слово потерялось. Другие вот эти я хотела сначала. Короче, основанный, обоснованный пинок дать мне и сказать, Лёля, ты давно не... И Лёля, хочешь не хочешь, либо встанет, либо сядет, либо пристанет, сядет и будет использовать эту штуку. Короче, вот. Это у нас Even Naturals. Слушайте, люди, вам не кажется, что сегодня какая-то хрена радостная? Я прям офигеваю на свою радость. Я давно такая радостная не была. Я тут убиралась как-то в хате. По-моему, в воскресенье утром. И мне так жизненно необходимо захотелось послушать музыку опенинг со второго сезона Яростная Яма. Он у меня есть в ВКонтакте. Я его даже скачала. Он у меня даже есть, по-моему, в плейлисте с самопальным, созданным на канале красивый опенинг или что-то в этом роде. Я специально нашла на Ютубе этот опенинг-видео и сохранила себе. Короче, мне захотелось послушать музыку. Я раньше очень любила убираться под музыку. Сейчас Маман. И после Маман иногда я любила убираться под музыку. Ну, в смысле, после этой ДТП-шной Хонор, он такой мощный. Я вчера еще к подруге в гости заходила. Ну, в смысле, на работу к ней зашла. Давно мы с ней не пересекались. Вроде как бы она ко мне собирается зайти в гости. И, короче, я у нее открыла этот Huawei Honor. Я думала, у нее просто Huawei. Оказалось, у нее тоже Huawei Honor, только он чуть-чуть поменьше. Так вот, у него такой мощный динамик. Мне, конечно, было возможно достать, допустим, магнитофон с верхней полки в коридоре. Там есть диски. У меня даже несколько кассет еще осталось с момента, когда их все раздала. Есть даже радио. Как-то что-то искала, сняла его, пока искала дальше. По-моему, как раз Леня из Афатория посылку отправляла, и надо было найти приборку, чтобы в нее это все завернуть, чтобы оно доехало благодаря Почте России нормально, а не побившись. И поймала радио и слушала даже его. Короче, я убиралась под музыку. Вот что. И он очень мощненький такой. Я тоже такая радостная была. Правда, когда пылесосила, пришлось музыку выключить, иначе ни хрена бы не слышно было. Тона Сейвен Нейчелс, как я уже сказала, сочные гранаты, манго, лосьон, спрей для тела, освежающий 100 мл. Это подарок от подписчицы Лёли. Благодаря ей я стала использовать эту штуку. Когда была представителем Эйвен, у меня иногда что-то такое заказывали, ну вот эти спреи, лосьоны, но я сама их как бы не юзла, до меня не доходило вообще, до чего оно. Его летом хорошо прыскать на себя с ног до головы, как, допустим, Элизабет Арден зелёное дерево, или и фрошейкинскую воду, воду, то же самое, это зелёное дерево, ну чайное дерево, да. А можно прыскать не только летом с ног за головы, офигенный аромат. В общем, я считаю, что это туалетная вода, которую замаскировали под спрей лосьон. Молодцы, Эйвен, офигенная штука. Спасибо, Лёдечки. У меня уже рука к ней тянулась. Так, это Лавли, Сара Джессика Паркер, отливант от Лены из Евпатории. Она уверяет, что оно пахнет лавандой. А может, она уверяла меня, что пахнет лавандой другой от Ливан. Ну, короче, я ваниль тут чую, помимо чего-то ещё. И это у меня тоже идёт на декабрь, тоже отливант на Тижанны Франко Ферре. Ферре Роуз. Это более свежая, ваниль я там не чую. Да и лаванду тоже. Но я как бы их ещё на себя не прыскала, их просто вот нюхала, максимум прыскала в плакончик в обзоре, наверное, по ссылке от Лены. А так на себя пока руки не дошли. И последние два ароматика. Это мой любимый от Ифраше. Как удобно его держать в руке. Хорошо, что он ещё не снят. И люди, если вдруг решите подарок Лёле сделать, то бишь мне сказать, Лёля, ты такая охренительная, ты мне так нравишься, нам так нравишься. Мы так тащимся от твоих обзоров и всяких там перлов. Мне там человек или два человека в комментах пишут, когда я это читаю, мне так приятно, что от моих перлов дальше я сама от себя тащусь. Короче, это у нас эликсир Буа Сенсуэль, эликсир какой-то там чувственности от Ифраше. Вот. Он для меня пахнет тремя ароматами. У меня был маленький 15-миллилитровый флакончик подарок от Лены Минстера Москва, та, которая мне подарила блендер подружной Мулинекс на день варенья. Потом я покупала себе точно такой же флакончик. Кажется, у меня ещё был возможно 50-миллилитровый или 5-миллилитровый маленький флакончик. В общем, слушайте, так классно пахнет. Сам эликсир просто чисто оригинальный, ну, без всяких там наворотов. Первая вариация эликсира для меня пахнет пластилином. Вот. Этот мне больше нравится. Фиолетовый у меня был пробник, который заявлен был на парфюмы ноября, но так как я помню, что он мне дико не нравится, я что-то предложила Лене, я говорю, хочешь пробник вот этот вот? Ну, она типа хочу. Ну, я его и послала. Пусть она его заюзает, если ещё нет. Короче, мне очень нравилась снятость Ирис Нуар и Фраше, он давно уже снятый в серии Секрет Де Санс. Мне кажется, он у меня, может быть, немножко ещё было в первых обзорах моей парфюмерии в 2015-2016 году, вот когда я стала вести Ютуб, ну, стала не только просто блогером, а ещё и видеоблогером, когда Лёля стала. Возможно, он был в этих роликах самых первых обзоров парфюмерии, а возможно, уже нет. Потом, он мне напоминает, там ещё другая, третья основная нота есть, помимо вот этого пластилина, Ирис Нуара, ещё Ночная Ваниль тоже уже снятость, но она, ну, недавняя снятость, вот Ирис Нуар более поздняя снятость, скажем так, тоже Секрет Де Санс, тоже Ивроше. Короче, три в одном аромата таких знаковых Ивроше, правда, вот сам эликсир ещё жив, в общем, классный такой. Ну, на холодное время года, потому что вот можно пшикнуться, я люблю такие ароматы на себя, ну, хотя бы пару-тройку капель пшикнуться, а вот в этом в тёплое время года пшикнешься одной каплей, уже овер дофига тебе её, и лучше пшикнуться где-нибудь так сверху и покружиться в этом, в этих капельках, чем на себя просто даже вот вот сюда вот и потерять, уже потому что многое сама чувствую, что многое, и окружающим людям кажется, что овер дофига, а когда холодно, оно очень идёт, ну, можно обойтись одной пшикалкой, а можно и тремя капельками, а можно забыться и выпрыгнуть на себя овер дофига, со мной такое бывает, вот этот тоже очень классный аромат, это подарок от подписчицы Лёли, это Far Away Rebel Haven, он у меня был заявлен на ноябрь, такой клёвенький, такой клёвенький, я сейчас поняла, что он мне что-то такое моё родное напоминает, по-моему, он даже напоминает немножко Реснуар, в общем, очень классный аромат, но он такой супер насыщенный, его в любом случае надо только один пшик, он очень концентрированный, очень насыщенный, можно сказать, что очень стойкий и вообще так это крутой, спасибо Лёлечке, ну и спасибо вам, если вы досмотрели этот обзор до конца, это были мои парфюмы на декабрь, если вы чем-то из этого пользуетесь, что-то пробовали, что-то ещё нет, ну и вообще, хотите поделиться со мной каким-нибудь мнением в комментах, welcome to hell, буду рада почитать, всем спасибо, всем пока, эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста,